Дай почитать Его самые известные произведения «Воскрешение Лазаря», «Будьте как дети», «Бегство в Египет», «Царство Агамемнона» — репетиция эта история о неких крестьянах, которые в театральной постановке пытаются воссоздать второе пришествие Иисуса Христа. Большое внимание выделяется личности и деятельности патриарха Никона, поскольку начинается эта линия романа в романе в 17 веке, в годы церковного раскола, а заканчивается в 20 веке, в 30-е годы. Мы много узнаем о его судьбе, о семейных и личных мотивах жажды реформаторства, о потрясающем и сегодня призыве Иисуса Христа сойти на российскую землю. Для Никона важно было воскресить все новозаветные события. Для этого он заказывает иностранному драматургу Жаку де Сертану особую мистерию, в которой актеры произнесут все слова, совершат все действия из Евангелия, кроме самого Иисуса Христа. Репетиции должны быть регулярными. В час назначенный среди русских палестинских ландшафтов, апостолов-актеров, евреев-актеров, римлян-актеров, Господь явится и начнется второе пришествие и закончится это второе пришествие в России. Премьера мистерии назначена на 1666 год, но к тому времени Никон попал в опалу, а несчастного драматурга и крестьян-актеров сослали в Сибирь. Выжившие актеры решили продолжать репетиции до тех пор, пока Христос действительно не явит свой лик. Постановка дожила до 30-х годов XX века. Роли передавались по наследству и постепенно так укоренились сознания актеров, что они сами создали кастовую общину. Евреи всегда гонимы, римляне нейтральны, апостолы привилегированы. Это коверканье слов Нового Завета. Извращение смыслов приводит к кровавому безумию. Еще одной важной линией этого псевдоисторического романа являются беседы главного героя с Сергеем Николаевичем Ильяным, человеком, который пытался понять Бога. 16+. Дай почитать.